Пекинская утка французской селекции славится своими характеристиками. Она очень вкусная, в ней мало жира. В этом корпусе ремонтный молодняк – это будущие родители. Поэтому птица окружена особой заботой и вниманием. Кормление, паение, микроклимат – всё рассчитанно и запрограммировано. Это самая современная система управления микроклиматом в корпусе. Она поддерживает нужную температуру, влажность, удаляет избыточное содержание аммиака. Из корпуса и добавляет в корпус постоянно свежий воздух. Яйцо, полученное от родительского стада, перевозят в инкубаторий. Он расположен на второй площадке, в 30 километрах. В нём и выращивают будущих утят. Современный инкубатор построен в этом году, 25 сентября этого года. Мы его только запустили. Всё оборудование современное, голландского производства, пас реформ. Значит, инкубатор рассчитан на инкубацию 7,5 миллионов яйца в год. Первых малышей из инкубатория уже перевезли в птичник. На сегодняшний день таких построено 6. Все они будут заселены утятами в течение месяца. Эта птица, ей 5 дней на данный момент. Это уже конечный гибрид кросс-стар 53 французской селекции. Птица растёт около 42 дней. К этому времени она достигнет оптимального веса – 3 килограммов в 200 граммов. После этого её отправят на переработку. Старельство цеха для этих целей завершается. Остаётся смонтировать оборудование. На днях сюда приедут французские специалисты-монтажники. К декабрю все работы завершатся. Ещё до наступления нового года первая продукция птицефабрики отправится в торговую сеть. Сперва мы планируем насытить нашу Новосибирскую область. Потом выйти на рынок Сибирско-федерального округа. На следующий день активно заключаются договора со всеми основными сетями, которые присутствуют в Сибирско-федеральном округе. Все ждут нашу продукцию в декабре месяце. Сложности пока в одном – найти хороших специалистов. По мере запуска утильного производства на полную мощь их потребуется больше. Поэтому птицефабрика занимается обучением и переподготовкой кадров. Сейчас же полным ходом идёт набор переработчиков, птицы, упаковщиков, кладовщиков, слесарей, электриков, механиков.